Четвертая книга Моисея, числа, глава десятая «И сказал Господь Моисею, говоря, — Сделай себе две серебряные трубы, чеканные сделай их, чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия станов. Когда затрубят ими, соберется к тебе все общество ко входу с киньи собрания. Когда одной трубою затрубят, соберутся к тебе князья и тысячи начальники Израилевы. Когда затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к востоку. Когда во второй раз затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к югу. Тревогу пусть трубят при отправлении их в путь. А когда надобно собрать собрание, трубите, но не тревогу. Сыны Аароновы, священники, должны трубить трубами. Это будет вам постановлением вечным в роды ваши. И когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами, и будете воспомянуты пред Господом Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших. И в день веселья вашего, и в праздники ваши, и в новомесячье ваши трубите трубами при всесожжениях ваших и при мирных жертвах ваших, и это будет напоминанием о вас пред Богом вашим. Я Господь Бог ваш. Во второй год, во второй месяц, в двадцатый день месяца поднялось облако от скинии Откровения, и отправились сыны Израилевы по станам своим из пустыни Синайской, и остановилось облако в пустыне Фаран. И поднялись они в первый раз по повелению Господню, данному через Моисея. Поднято было, во-первых, знамя ста насынов Иудиных по ополчениям их, над ополчением их Наасон сын Аминадава, и над ополчением колена сынов Иссахаровых Нафанаил сын Цуара, и над ополчением колена сынов Завулоновых Елеав, сын Хелона. И снята была скиния, и пошли сыны Герсоновы и сыны Мерарины, носящие скинию, и поднято было знамя стана Рувимова по ополчениям их, и над ополчением его Ейцур, сын Шедиура. И над ополчением колена сынов Симеоновых Шелумиил, сын Цуришаддая, и над ополчением колена сынов Гадовых Елеасав, сын Регуила. Потом пошли сыны Каафовы, носящие святилище. Скиния же была поставляема до прихода их. И поднято было знамя стана сынов Ефремовых по ополчениям их, и над ополчением их Елишама, сын Аммиуда, и над ополчением колена сынов Монассийных Гамалиил, сын Педацура, и над ополчением колена сынов Вениаминовых Авидан, сын Гедеония. Последним из всех станов поднято было знамя стана сынов Дановых с ополчениями их, и над ополчением их Ахиезер, сын Аммишаддая, и над ополчением колена сынов Асировых Пагиил, сын Охрана, и над ополчением колена сынов Нефалимовых Ахира, сын Янана. Вот порядок шествия сынов Израилевых по ополчениям их. И отправились они. И сказал Моисей Ховаву, сыну Рагуилову, Мадеонитянину, родственнику Моисееву. Мы отправляемся в то место, о котором Господь сказал, вам отдам его. Иди с нами. Мы сделаем тебе добро, ибо Господь доброе изрек об Израиле. Но он сказал ему, не пойду, я пойду в свою землю и на свою родину. Моисей же сказал, не оставляй нас, потому что ты знаешь, как располагаемся мы станом в пустыне, и будешь для нас глазом. Если пойдешь с нами, то добро, которое Господь сделает нам, мы сделаем тебе. И отправились они от горы Господней на три дня пути. И ковчег завета Господня шел пред ними три дня пути, чтобы усмотреть им место, где остановиться. И облако Господня осеняло их днем, когда они отправлялись из стана. Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил, восстань, Господи, и рассыплются враги Твои, и побегут от лица Твоего все, ненавидящие Тебя. А когда останавливался ковчег, он говорил, возвратись, Господи, к тысячам и тьмам Израилевым. Субтитры создавал DimaTorzok